Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, которая касается всех. И нас, птицеводов, и тех, кто просто кушает яйца. У нас есть с вами уникальная возможность. В нашем хозяйстве есть куры, несущие зеленое яйцо. Это синьсиньдянь. О них у нас в видео будет отдельное. Это куры, несущие белое яйцо. Это менилигорный. О них тоже мы вам расскажем отдельно. Также амируканы. У нас есть такое видео, достаточно подробное. Смотрите у нас в плейлистах. И кучинское яйцо, кучинская курочка несет бежевое яйцо. Или кремовое, как хотите. Мы с вами сравним эти яйца на вкус, на цвет, консистенцию. И при условии одинакового кормления всех этих несушек. Наконец-то руки доходят до продолжения нашего эксперимента. Варим яйца. О том, как сварить яйца, я запишу отдельное видео на полчаса. Вот что у нас получилось. То есть, в общем-то, чудесными томофозами яйца превратились в уже чищенные. И сейчас я их разрежу на половинки. Покажу вам желток. Но пробовать на камеру яйца мы, наверное, не будем. В принципе, они для нас, сами понимаете, не сегодняшнего дня открытия. Поэтому я просто вам расскажу. Мы оцениваем яйца по цвету желтка, насыщенности яичного вкуса и по консистенции белка. Самый плотный белок, на наш взгляд, это яйца лигорна. Белая скорлупа. У него белок совершенно не растекается ни на сковородке, нигде. Желток желтый, яйцо достаточно плотное. С ним соперничает и в очень близкой конкуренции находится зеленое и голубое яйцо. И еще обращу ваше внимание, что голубое яйцо чистится хорошо на любой стадии свежести. То есть свежие яйца первого, второго, третьего дня, они в принципе не чистятся, если вы знаете. А вот именно голубое яйцо с этим лучше всего справляется. То есть оно, видимо, по своей структуре как-то так размещено к скорлупе, что скорлупа слезает проще, чем яиц другого цвета. Зеленое яйцо тоже достаточно плотное. Белок не растекается на сковородке при жарке. Но мягче все-таки, чем у белого яйца. И яйцо кремового цвета, в общем и желток, вы видите, не такой желтый при одинаковом рационе. И белок у него более жидкий. По вкусовым характеристикам все деревенские яйца достаточно вкусные, насыщенные. В общем-то разделить их достаточно сложно, особенно если у вас нет сравнения. Снова же, сами понимаете, что вкус яйца это дело субъективное. Но если правильно подходить к рациону питания и содержания птички, яйца будут обязательно вкуснее, чем магазинные. Второй рукой вот здесь можешь немножко придерживать. Да, вот так. Снимаешь? Угу. Все, снимай сковородку. Ну вот наши зрители, это яйцо-курачи. Ты можешь снимать сковородку? Ага. Ты уже отвлекалась. Вот так держи. Поняла? Держишь? Ага. Наши зрители, это яйцо и там желток. Вот посмотрите. Это зеленое яйцо. Ой, голубое. Голубое яйцо, амирукан. Вот смотрите. Да. Не разъехалось, да? Да. Ты не тряси камеру, пожалуйста. Все, дай-ка я перехвачу чуть-чуть. Вот такое яйцо получается. В общем, белок, если вы видите, он практически не расплывается водой. То есть, прихватывается достаточно просто. Кто будет есть это яйцо? Я. Очень хорошо. Так, второе яйцо у нас какое, Ален? Белое? Угу. Тоже не плюхаем со всех сил, а постараемся аккуратно это сделать. Все. Видите, тоже орел какой плотный. Вот так. Это белое яйцо. Так, зеленое яйцо, да, сначала? Угу. Вот наше яйцо, это яйцо. Вот так оно жарится. Вот так оно жарится. Дай-ка я поближе покажу. Вот у него достаточно плотный ореол. Белок достаточно плотный, не растекается в воду. Не видно, да, наверное, что белок больше растекается? Что он тоньше как будто, жиже, водичка. Видно. О, потек, видишь? В сторону сейчас видно было. Ну, вот, он, в общем, значительно, ну, как бы незначительно, но все равно есть ощущение, что белок более жидкий у бежу яйца кремового. Так как из первой части видео вы, наверное, все-таки не поняли, о какой именно мы говорим субстанции белка, попробую по-другому сделать. Попробую взвесить яйцо каждого цвета и взвесить через ситечко, то есть то, что стечет с него, понимаете? То есть тогда мы увидим с вами в процентном соотношении, где жидкости, именно жидкой в белке больше, чем в других яйцах. Я думаю, что это будет более наглядно. Белое, голубое, зеленое и кремовое, да, наверное, название такое будем выбирать. Так, все, поехали. Значит, сначала мы просто взвесим все яйца, я все потом вам сложу в табличке, все посчитаю. 61 наши лигорненькие. 60. Еще раз. 60 это наши мини-лигорны постарались. Амирукана. 62. Синьсиньдянь. Недавно линяло, яичко маленькое должно быть, да, 53, только начала она после линьки. Но это не суть дела, правильно? Нам же процентное соотношение нужно. И 69 яиц. Мини-мясные, извините. Мини. Вот такое яйцо несут. Так, и значит, сейчас будем что делать? Бить их будем нещадно. Вот. И надо будет нам куда-то сливать. Ну, эту чашку возьму просто. Так, поехали. Как это я точно сделаю? Я не очень уверена, что это... А-а-а-а-а-а. Как мы сделаем? А сделаем мы вот так. Для начала обнулим. Что же вы мне не подсказываете-то? Так, нолик. Нет, я не к тебе обращалась. 48. Почему 48? А, без скорлупы. Да, действительно. Почему бы не 48? Но если мы поднимем яичко, вот стекло из зеленого яйца. А как вот это измерить теперь? Тогда надо было по-другому делать. Надо вот так делать. Обнулять весы полностью. Правильно? Вот так надо делать. Вот. Условно, вот сколько-то натекло водички жидкой, да, у нас. А яйцо я сливаю. Тару взвешиваю вместе с тарой. Сколько это? Всего 10 грамм, видите? Теперь сейчас я тару взвесить постараюсь. Тару 8 грамм. То есть всего 2 грамма, понимаете, стекло в итоге. Так, следующий ход к нему. Давайте запомним, что у нас тару 8 грамм, да? Обнулим. Смотрим, сколько у него процентов получается жидкая часть. Помните, да, 8 грамм тара? Значит, 21. Буду так мерить, будет четче, потому что тару 8 грамм. Все, поняли, да? Из веса высчитаем 8 грамм. Это бежевое яйцо. Так, наверное, знаете, мне надо вот это, наверное, протирать или мыть, да? Вот остатки вот эти, потому что они мешают вредикаме следующих. У меня получается, мне кажется, не очень актуальная, ну, правильная цифра. Не очень, не очень достоверная. Так, все, вымыли, протерли насухо. Снова беру стаканчик. Мы с вами бьем голубое яйцо. Желток проколола. Вот, зараза, а! Так, ладно. Желток все равно туда, наверное, не уйдет из-за оболочки вот этой плотной. Больше не буду ножиком мешать, извините. Так, вот, что у нас получается. 15 грамм есть. Так. Все, выливаю снова сюда все. И мою сетку для того, чтобы еще измерение сделать. 8. И бьем это яйцо, последнее, белое. Ты не знаешь, зачем нам битые яйца сейчас? Ночь на дворе. Товарищи, очень показательно. Само плотное, ну? Я вообще не могу практически ничего выдавить из него. Ну, поэтому белое нам нравится больше всего. Это, я и подумала, что это будет показательнее, чем если я вам бью вот когда на сковородку. В принципе, ну, там видно, но может быть не очень хорошо. Во, я что-то наскребла. А кто знает? Во, смотри, может, нормально наскребла, может, так же. Смотрите. 11. Меньше. Все, ну, пропорция по отношению к размеру яйца. Не забывай, бежевое яйцо, оно было самое большое по размеру, поэтому у него и должно быть жидкости больше. Вот, все сведу это в табличку вам сейчас и посчитаем. Ну, вот все, скорлупки остались, значит, мы с вами провели вот такой опыт. Всего доброго. Желаем вам и вашей птичке здоровья крепкого. И выбирайте яичко себе по вкусу, заводите несушек, и да будет с вами счастье. И пораньше с утрица я снесу два яйца. Кто я? Я курица. Я курица. Ца-ца-ца-ца-цан.